Вот этот человек пришел мне делать замечание. Я спросил, что у вас случилось? У меня? Да. Зачем вам это нужно? Я спросил, что вы кричите здесь. Кто вам сказал, что я кричу? Я вам говорю, что вы кричите. Вы, как вы определили? Как можно определить, что человек кричит? А я не знаю. Я не знаю. Повышайте тон, повышайте голос. На кого голос я повысил? Вы, на девушку, на сотруднице в полиции. Что я им сказал? Что я сказал? Я не слушал, что вы сказали, я слышал по интонации. По интонации? Да, я слышал по интонации. Я спросил, что вам нужно? Что у вас за проблема? Зачем вам надо? Если вы ко мне обратились, представьтесь, что я такой-то, такой-то. Хочу вам помочь. Не надо мне это так. Мне это не интересует. Вот мой жетон, а вот мое звание. И что? Фамилия у вас есть? Конечно, вот фамилия моя. Документы у вас. Присяжная моя фамилия. Документы. Присяжный? Да, только вы снимать не будете мои документы. Нет, я не буду. Вы мне скажите, я вам поверю. Я вам поверю, вы мне говорите. Я не буду читать, говорите. Присяжный Александр Леонидович, капитан полиции. Старший избег. Что вы хотели? Я хотел спросить, что у вас случилось? У меня? А что к вам я не пришел? Это вы к нам пришли. Ну, сюда, в наше подразделение. Ну, вы пришли. А сегодня какой день? Какой сегодня день? Четверг. Ну, что сегодня происходит? Я же не знаю, что происходит сегодня в четверг. Так вы не знаете, что в вашем здании происходит? В нашем здании? Да. Нормально, работа идет. Ну, так и работа здесь. День, никто, никогда, четверг, провод суточный. Что в среду в четверг происходит у вас? У нас ничего у нас не происходит. Смотрите. Вы имеете в виду по поводу приема граждан? Вот, видите. И спросите, у вас есть приема граждан или нет приема граждан? Зачем оно вам надо? Я уже без вас знаю. Неделю назад без вас знаю. Все. Все. Поверьте. До него только дошло, что сегодня среда, то есть четверг, а вчера среда, приемный день. Вы препятствуете нам. Мы ничему не препятствуем. А и хорошо, почему препятствуете? А? Расскажите. 170-я статья Уголовного кодекса. Читайте. Как вы решили, что... Я вам не решаю. Я не решаю. Я вам говорю о законе. Вы препятствуете профессиональной деятельности. Вопросы есть хорошие. Официальный запрос. Официальный запрос. Подождите, мы вам не разрешаем заходить или разрешаем снимать. Да, да, да. Вы много говорите. Лишнее вас. Лишнее вас. Я же ничего вам не говорю, что вы много говорите. Смотрите, дети, ваши дети со школы. Уважаемые родители, посмотрите своих деток и вы их дома, ну, немножко научите этики. Подождите, как они себя ведут. Пускай учатся. Кто учится? Ваши родители? Да. Вам на прием надо? Я уже не понял. Вам надо на прием? Зачем оно вам надо? Зачем оно вам нужно? Что вы все любопытничаете? Зачем вам надо? А я хочу. Я хочу. Хочет я помогти? Хочет мне помогти? Вы пришли, я вас запитал, какая вам нужна допомога? Я до вас обращаюсь? Я до вас обращаюсь лично? Я до вас лично обращался. Ну вот вы снимаете, что вам никто не хочет надать допомогу. Ну, вас запитают, как вам надо допомогу. В результате, вы мне запитали, что у нас происходит в блоку патрульной полиции. Я вам поведомлю, у нас есть работа, что сегодня, что вчера, что завтра. Вы кто вообще дежурный? Да. Так иди до себе туда. Так вы мне не рассказываете, что мне выполняли выполнение обрядов. Вы понимаете, что я не вижу? На двух ногах стоит нормально. На двух, не видно, что на двух. Стол мешает. Да ну, такая жизнь. Стол деться из стороны, подивитесь. Нет, я тут постою. Мне тут чудово. Видите, вы что, подив меня. Поди девчата. Когда вы не снимаете, заканчивается прием драмателем, и вы потом будете. Откуда вы знаете? Вы где были? А? Вы где были? Вы только заходили на второй этаж. Что вы там выясняли? Документы, если вы снимали, можете посмотреть, что я с листком бумаги стоял. С листком бумаги? С листком бумаги. А, листком бумаги. Подивитесь, как они общаются. Вот этот народ, они какие-то дикые. Вот они подскакивают, что какие-то вопросы зайдут. Я не понимаю, это не по понятию. Даже по понятию, так не это самое. У вас такая работа. Мы выполним работу свою. Для себя? Нет, не для себя. Для граждан. Ну, так в чем тогда дело? Вы до меня обращаетесь. Я обратился. Что у вас трапилось? Я до вас обращался? Ну, вы пришли фильм по снимать? Какий фильм? Что же вы сейчас видите? Это запрещено? Это не запрещено. Зачем вы мне об этом напоминаете? Что вы не провоцируете? Зачем вы мне это напоминаете? Это не запрещено. Не провоцируйтесь. Медкомиссию проходите на терпимость. И все будет нормально. 10 лет прохожу. 10 лет? Все, все. Так, ну, сейчас мы глянем. Капитан. Действительно. Не научился за 10 лет, как себя надо вести. Надо тебе не напроверить. Ну, это не вам решать. Да мне это решать. Ты держслужбовец, и нам это решать. Читай закон о держслужбе. Ты слышишь, что я тебе говорю? Нет, ты меня не понял. О информации. Ты держслужбовец, публичная особа. Какие вопросы? Стаття 29. Закон о информации. Это есть. Суспольно необходимая информация. Что еще? Есть у меня держслужбовец. Медпрацельник вызвает для додатковой проверки. Причем тут медпрацельник? При психических, там, каких-то. Вы слышите, что он говорит? Я ему говорю о законе информации, а он мне рассказывает о медперсоналу. Вы поняли, что? Вот так, 10 лет он прослужил, и он не знает, что он вообще. Все, запоминайте его. Если он вас остановит где-то, на дороге, или что-то, он будет вам рассказывать совершенно по-другому тему. Я ему рассказываю закон о информации, 29-ю статью, а он мне рассказывает о психбольничной такой-то. Вы поняли? Вот и все. Чувак не ввязает. Сейчас мне надо проверить в лекарне. Кого проверить? Кого? Кого проверить? Вы мне рассказывали, что я, как-то неправильно. Какой психический стан? Я понял. Я понял, наверное, не психический стан тебе надо проверить, а твою генетику? Как ты сюда попал? Может, у тебя там дедушки, бабушки тоже тут были? Нет. А ты с химичевым работал? Я верю, в первом полице. Слушай сюда, ты с химичевым работал? Нет, не работал. А с Горасченком? Это по-перше, о чем вы мне думаете? А то, что после того, как ты себя начал вести, я уже начал с тобой разговаривать, как с Богом. А ты Бог вообще? Нет, я не Бог. Так вот, я тебе рассказываю. Значит, в Библии и везде написано. Послушай сюда. С Богом разговаривают на ты. А я дурачок. А у меня нет воспитания. Я уличный парень. Давай, иди до себя на службу. И не стои возле девчат. Какая разница? Что, не застоять? Ему? Ну да. Вы сказали, что вы работаете. Ну, работаем. Ну, так что вы не работаете? Я языком чешу, или что? Я даже с ними не спілкуюсь, а я с вами спілкуюсь. Слушай, у тебя уже написано, знаешь где? На твоих волосках. Как они у тебя шевелятся. Ты только девчат видишь, и у тебя уже волос шевелится. Не штаны шевелятся, а волос. Видишь? Там чешало написано. Толерский парень. Ребята, это кошмар какой-то. Это Алла. Сейчас я зайду еще до Никифоров, а то и вообще будет буксовать. Сейчас мы это все... Он вышел как раз, что на простой туалет. Толерский парень. Что это что-то? Все, вот так. Ты здесь, ага. Да, 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 все, все, я писать не умею. Я не грам, я все ж понабирали выполнен. Писать не умею. А у членовицы... Ну, хорошо працюйте, спасибо. Я, как я, случайно, напишу заяву про криминальный правополучение. Ну, и подякуваю на то, что, может, там судья найдет 10 опутации. Писать не умею. Бабачки, да, все. О-о-о. Здесь как они общаются. Все. И тут еще, да? Ага, еще вот тут. Да, с статью 63, 268 ознакомились. Все, уже можно... Конечно же. Да, все. Ой, да. Ой, да, все, да. Ой, да. О-о-о-о-о-о. Два человека с вами общаются. Это вообще кошмар. следующую часть буду выполнять